Россияне! У меня такая же фигня! Привет! Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Как здоровье? Самое главное в этой обстановке. Вы знаете, как-то не хотела снимать влог, даже особо настроения не было. А вот в связи с этой всей обстановкой, две недели, как мы уже практически на карантине. Прошлые выходные мы только съездили с детишками к родителям в Кузоватого и вернулись. То есть по людным местам не ходим. В школу ребенок не ходит, у нас только Марк ходит в садик. Я стараюсь тоже работать из дома, особо никуда вообще не выезжая. Немного погодя, я поеду на почту за посылками, заеду за Ирочкой, и мы поедем к Свете в гости, посидим там немного просто, не знаю, шампанское девчонки хотят. Я лет 9 не смотрела телевизор. Все свободное время я всегда провожу в Ютубе и особо новости никогда не читала. И мне так было прекрасно. Но вот с этим коронавирусом буквально, наверное, 3 недели назад я как-то вовлеклась и стала смотреть все эти ТВ-выпуски. Мне на Ютубе все это попадается. Я понимаю, что на меня это все негативно сказывается, но это все нагнетает. Вот это вся общая какая-то паника, когда пошла в магазин, и там действительно уже полки полупустые. Туалетную бумагу, гречку, макароны, все скупает. Но, кстати, говорят же, что будет повышение цен на 15-20%. Вот. Может быть и правильно оббегали, скупали. Но в любом случае на год вперед, на два там не накупишься. Люди напуганы, люди в стрессе, непонятно, что происходит. И я так понимаю, что я не хочу смотреть все эти новости. Мне уже они надоели. Я подожду Комаровского через недельку, когда у него будет опять свежий выпуск, когда он все эти цифры соединит, всю информацию, и доходчиво будет все это говорить. Без паник, без приукрас, без вот этих лишних демагогий по телевидению. Поэтому как-то так. В общем, сегодня впервые за две недели карантина. Мы решили так немножечко посидеть с девочками. Наверное, без поцелуев. Поцелую. Беру вас с собой, немножечко поснимаю и начну все-таки такой карантинный влог. Что у нас получится, сама еще не знаю. Вот она моя красавица. Ты снимаешь что-то? Да. Уже давно не снимала. Это Ирочка. Давно не виделись. Все хорошо. Я готов. Да? Что, как дела у тебя? Как карантин сказался? Нет. Все нормально? Коронавирус никак? Ничего? Не влияет? Только на работу. Финансы, нормально? Нормально? У нас всегда все хорошо. Вот так и надо. Блин, у меня реально что-то прям настроение какое-то, я не знаю. Кто нас встречает? Кто нас встречает? Привет! Кто нас кричит? Сейчас у нас будут крылышки. Сейчас у нас будет картошечка, да? И какой-нибудь салатик будем делать, да? Да. А что это такое у тебя здесь? Чай, чай-то не допитый. Нет, я думаю, мало ли, что-то горячительное там. Да что, мы будем позже. Смотрите, он хочет, чтобы я играла с ним. Он мне собаку кладет на колени. Ну, давай, 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 давай. Ох ты ж, ох ты ж. Давай, давай я тебе скину, давай. Смешной ты, придерись. Но я бы с тобой все равно не жила. Тихо-болу, что ли? У нас пока аперитив. Идем наши крылышки, наконец-то. Девочки, мальчики, за карантин. Руки перед едой мыли. Все меры соблюдены. Приятного нам аппетита. Тин-чин. Вот, молодец какой. Ребятки, всем привет. Я сегодня занимаюсь дома. Уже третий день. В воскресенье мы начали с детьми. Во вторник вместе с Олегом. Потому что Марк ходит в садик. Сегодня вот пока Олег с бабушкой. Я уже одна отдуваюсь за всех. Ну что, не знаю, сколько я вешаю. Наверное, килограмм 56-57. У меня вот в обычной жизни времени на спорт особо не было. А вот когда карантин. Работы меньше, денег меньше. Поэтому можно раз экономить на тренажерном зале. Два, не оставлять детей одних без присмотра. Три, ты не ловишь различные бациллы. Не контактируешь с людьми. Четыре, развиваешь самодисциплину. Ну и плюс приводишь себя в порядок. Занимаюсь прямо здесь, в зале. На ютубе гуглю. Упражнения для дома. Видите? И вот здесь выходит много-много всего. Когда я в инстаграм делала опрос, там многие писали про Джиллен Майклс. Ну, тоже загуглю ее. Может быть, тоже буду начинать вместе с ней. Что у нас из последних новостей? У нас в Ульяновске обнаружен случай коронавируса. Первый, но это официально зарегистрированный. Из Великобритании привез 15-летний парень, который там обучался сын депутата. И сейчас вот его изолировали. Он из Димитровграда, но лежит здесь у нас в Ульяновске. И у нас уже третий день подряд мусолит то, как гневаются комментаторы на то, что вот депутаты разворовали власть. Там 13 миллионов нужно, чтобы обучать за границей ребенка. Пускай там и лечит и все такое. В общем, народ обозлился. И вот это все мусолит и мусолит. В магазинах также скупают гречку, туалетную бумагу, как обычно. В некоторых магазинах полки все-таки пустые. Поэтому паника коронавирусная продолжает у нас. Ну а мы лишний раз особо никуда не ходим. Заграждаешь себя тоже от этой всякой инфекции. И моем руки. Опять у меня вылезли на подбородке прыщики. Я, как обычно, не могу не трогать их. Я обязательно их навыдавливаю. Так что это будет гореть все красным пламенем. У меня вот здесь мой новый корейский уход, которым я пользуюсь в последнее время. Как раз я себе заказывала крем против воспалений, против всяких прыщиков. Протереть лицо тонером. Девочки, пишите, какой любите уход. Если корейский, то какой фирмы. Я вот уже второй раз заказываю. Тилькорейный сайт. И цены там более-менее не кусаются. Плюс у них постоянно там какие-то скидки бывают. Розоватого цвета. Все как я люблю. Нанесу пока сыгуртку для лица. Мальчики, скажите, пожалуйста, вот мы, девочки, очень комплексуем по поводу прыщиков, особенно если он у нас выскочил. Перед каким-нибудь важным событием для нас это все катастрофа. Вот насколько страшен прыщик вам? Скажите, пожалуйста. Так ли вы обращаете на это внимание, как девочки? Скажите нам. Успокойте наших девочек, чтобы мы так не переживали на этот счет. Следующим этапом наношу эссенцию. Мальчики сейчас подумают, как у девочек все сложно, да? И последний этап это крем для кожи вокруг глаз. Что делать? Красота требует жертв. Я в последнее время вообще как-то полюбила корейский уход. Ну, кроме патчей, потому что патчи мне как-то вообще не заходят. Сейчас буду наносить макияж. Вот моя палеточка теней вообще не тронутая. Калюр бюджетнейший косметика. Вот эти румяна я уже пробовала. Наношу, кстати, их и на губы. Стирается, подводка так и остается. Кстати, я думала, основа будет намного светлее. Она так, знаете, прям подошла. На губах получается как какой-то тень. Хочу уложить волосы, потому что я их не укладывала вообще. Они у меня прилизаны. Как поеду за Олежкой, может быть, сделать фоточку хотя бы какую-нибудь на улице подышать пока воздухом. Сделаю чуть-чуть гофре, прикорневой объем. Я беру большие прядки довольно-таки и просто переворачиваю их чуть-чуть. Мне не нужно сильных кудрей. Мне нужно просто, чтобы у меня волосы чуть выпрямились. Имеется в виду вот от этого состояния приняли какую-то форму более гладкую. и чуть-чуть придать им завиток. Ну, вообще, мне уже надоело. Я так уже целый год завиваю. Сейчас хочу перейти на какую-нибудь другую технику. Все приедается уже, если честно. На все про все 20 минут уходит. И вроде бы и самой приятно на себя смотреть. И людям показаться не стыдно. Я сейчас буду обедать. Разогрею себе борщ. Знаете, хочется. С хлебушком, со сметанкой, да с чесночком. Так, на завтрак у меня была каша дружбы. Это рис и пшено. Сейчас оно остынет, я уберу в холодильник. И мне хватает на 2-3 дня. Сейчас вот с ребенком я убираю в холодильник. И на утро я просто отсюда накладываю в сковородочку, разогреваю. Каждый день готовить у меня нет необходимости. Не могу отказать себе в чае. Поэтому взяла себе сегодня вот творог. Буду делать с бананом вместо десерта. Конфетки у нас тут остатки сладкие. Я просто их откусываю и кладу обратно. Ем, но по чуть-чуть и в первой половине дня. Девочки, а вы ограничиваете сладкое? Борщ уже не борщ, если не скушать его с мягким серым хлебом и с чесночком. Еще бы сметанку, но ее у меня нет. Кстати, борщ уже вот на второй или какой на третий день. Потерял цвет свеклы. Похож больше на щи. Целоваться сегодня не буду, поэтому можно с чесночком. Вкуснотища. Приятного мне аппетита. Вот такая у нас вкуснятина получается. Из творога, бананов. И можно сюда накидать какие-нибудь мюсли, изюм, сухофрукты. В общем, все что угодно. Вкуснотища. Делюсь как раз в инстаграм всей этой красотой. Видите, и борщ здесь. В общем, так вот весь мой день и проходит. Поеду со своим сыночком. Успеем еще немного прогуляться. Сделаем фоточку зимнюю. У нас же зима здесь. В конце это марта. Забрала мы его Олеженьку от бабушки. Посмотрите, у нас белым-бело все. Снег. Это еще подтаяло. По дорогам. Видите, а у нас было все белым-бело. Поедем за Маркушей. Маркуше не будем говорить, что Олег у нас был у бабушки. Иначе он обидится. Бабушка взяла бы их и с ночевой, но на работу. Машинка грязненькая, грязненькая. Кстати, ребята, я же вам не рассказывала. Я на машине царапала порог с правой стороны. Я сейчас вам покажу. Мне все уже благополучно сделали. Сейчас машина. Давай, согревайся. Сейчас вот машина. Опа. Грязно, не так заметно. Но вот здесь вот у меня была такая чирка и вмятина. И мне все это сделали благополучно. Теперь машинка как новенькая. В общем, у меня была первая царапина на машине, да? Здрасте. Здрасте. А ну, пышки, меня пришли снимать. А ну, пышки, мы будем делать камеру. Идем, выходи давай. Иди, встречай нас, целуй давай. Убери камеру, а то я не буду играть. Так, целуй нас, а что такое? Концерты устраиваешь? Давай, иди, целуй. Марк. Это ты робота срисовал? Ну-ка, покажи. Ой, молодец. Идем одеваться. Вот мои проволоки. Ну, ага. Это тебе подарил. Очень красиво. Молодец. Я хотела вот это, наверное. Очень получилось, правдоподобно. Молодец. Похоже. Ребята, мы сейчас едем домой же. Заканчиваем, наверное, наш влог. Пишите, как вы там. Все ли здоровы? Здоровы вы и ваши близкие? Потому что самое главное, это здоровье. Все. Будьте здоровы, да? Мальчик, скажите, чтобы все были здоровы. Пока. 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 Он еще год назад посмотрел мем и вот вспоминает. Все, ладно. Целуем вас. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.